МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях региона прямо сейчас. От чего растет количество заболевших? Рабочая группа разбиралась в ситуации в Красночитайском районе. Как сделать каникулы безопасными для детей? Эти вопросы обсуждали сегодня руководители образовательных учреждений. Где будем купаться? Пляжи готовят к сезону, но пока их не откроют. У 79 жителей Чувашии подтвердился диагноз COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии более 3,5 тысяч. Из них выздоровели 1829 человек, 60 за последние сутки. Летальных исходов 18. В регионе действует режим повышенной готовности. Статистика заболеваемости не позволяет выйти на первый этап снятия ограничений. Чтобы в корне переломить ситуацию, нужно действовать более решительно. Во-первых, необходимо ускорить процесс выявления носителей вируса. Сегодня на то, чтобы получить результаты анализа, уходят до 7 дней. То есть в большинстве своем здоровые люди ожидают результата на больничном 6 дней. Такого быть не должно, обратился в Рио глава региона к Роспотребнадзору. Мы совместно с Минздравом проведем работу о перераспределении материалов на исследование. В первую очередь в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии доставляют только образцы от больных. А в настоящее время, кроме больных, еще проводятся обследования и контактных, и других категорий, которые подлежат такому обследованию. Тогда у нас выдача результатов, если мы будем на проектной мощности работать и несколько выше, мы сможем выдавать результаты своевременно. Во-вторых, муниципалитетам выделят дополнительные средства на санобработку подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта. К примеру, лидер по количеству заболевших, Ядринский район, уже получил полмиллиона на эти цели. В Рио глава Чуваша Олег Николаев поручил проанализировать потребности остальных муниципалитетов. У вас средства дезинфекции есть в наличии, дефицита нету, и вы дезинфекцию общественных вест организовали в соответствии с нормативами. Я правильно понимаю? У нас запас еще достаточно. Достаточно? Хорошо, хорошо, фиксируем, что у вас достаточно. По распоряжению руководителя региона, санитарную обработку мест общего пользования не будут включать коммунальные счета для жителей многоквартирных домов. Говорить об открытии пляжного сезона, по мнению Распотребнадзора, пока рано. Это касается и детских оздоровительных лагерей. Праздничные мероприятия 12 и 24 июня планируют провести без массового скопления людей в онлайн-режиме. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. В Красночитайском районе зафиксировано резкий рост числа заболевших коронавирусом. Рабочая группа Республиканского оперативного штаба разбиралась в ситуации на месте. Большая часть заболевших в Красночитайском районе – медицинские работники. Этому есть объяснение. Инфекционное отделение районной больницы, кроме жителей муниципалитета, обслуживает пациентов, живущих в Шумерлинском и Ядринском. Медучреждение рассчитано на 60 коек круглосуточного и 36 коек дневного пребывания. Медики, они на передовой. И вот те 109 человек, которые вообще заболели у вас в районе, они куда пришли в первый раз? Они пришли в больницу. Нельзя медиков переводить в разряд людей, которые стали причиной. Они стали по большому счету, так как были на передовой, жертвами в первую очередь. Наши специалисты посмотрели соблюдение санитарного противоэпидемического режима, использование средств индивидуальной защиты. Однако нарушений, которые подтверждают о том, что распространение среди медицинских работников произошло именно в медицинской организации, они не нашли. Постепенно источник коронавируса переместился с больницы и общественных мест в семьи. Так, в районе сейчас зафиксировано 72 семейных очага. Мы знаем, что человек заболел. Мы знаем, что они живут пятером. Но вот как их изолировать от этого человека, от социальных, мы пока просто не можем лишать этот вопрос. Потому что они живут в одном доме, под одной крышей. Соблюдение домашнего карантина специалисты районного Роспотребнадзора должны отслеживать по геолокации. Однако с выписыванием предписаний на самоизоляцию здесь сильно запаздывают. Так, в телефонной базе номеров мониторинга передвижения людей оказалось всего 19 человек. Только за эту неделю. Плюс 46 человек. Да? 46 умножаем на 3. Это 100%. Вот они сейчас, 46 человек новых. Предписаний должно быть плюс 120. У вас минимум 200 человек сейчас должно быть в базе, кого вы должны отслеживать по телефону. Безусловно, в такой ситуации надо чаще дезинфицировать подъезды жилых домов, транспорт и магазины. И ссылка на нехватку санитарно-гигиенических средств здесь неуместна. По примеру Ядренского района. Там мы полмиллиона сразу выделили, здесь также выделим. Не переживайте. Нарушение особого режима фиксировали и в прокуратуре района. Мы сейчас вскрыли такие факты, что работник учреждения, фактически зная о симптомах, получается, ОРВИ, продолжал дальше выходить на работу. В указе главы прям четко написано, что при появлении первых симптомов ОРВИ необходимо самоизолироваться. То есть уйти за рабочее место. Уровень самодисциплины очень низкий. Что касается, опять же, ношения средств защитового деканя, не всегда в магазинах у нас и сами граждане носят маски, и такие факты мы выявляли тоже. На ряду с выделением дополнительных денег на закупку дезинфицирующих средств во всех публичных местах будут вывешены предупреждения о наложении административных штрафов на граждан и должностных лиц, нарушающих особый режим. Суммы значительные. Есть надежда, что жители наконец-то осознают. Ограничительные меры берегут их здоровье. Как известно, президент страны подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля. Напомним, голосование пройдет с соблюдением всех ограничительных мер. Подробнее в интервью председателя Центральной избирательной комиссии Чуварской республики Александра Цветкова сразу после информационной программы. С 1 июля 2020 года упрощается порядок получения документов медико-социальной экспертизы при обращении за единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилых помещений для инвалидов. Такое решение принял сегодня Кабинет министров Чувашии. Кроме того, обсудили и вопросы распределения субсидий на благоустройство населенных пунктов к столетию образования Чувашской автономной области. По программе формирования современной городской среды Порецкий район получит более 9 миллионов рублей на благоустройство парка отдыха по улице Ленина. Поддержка будет оказана и другим районам Чувашии. В республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2020-2021 годов предусмотрены субсидии в бюджеты города Чебоксарова в размере 25 миллионов рублей и в бюджеты Красночитайского района в размере 25 миллионов 100 тысяч рублей. На реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. Обсудили и перспективы развития экологического туризма в заповедниках. По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики Александра Воробьева, в ведомство уже поступают предложения от предпринимателей, которые хотят развиваться в этом направлении. Это позволит создавать новые рабочие места и привлекать туристов как из России, так и за рубежа. Организованный туризм также позволит решать и вопросы обеспечения пожарной безопасности этих территорий, отметил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Поэтому это направление необходимо развивать. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Соблюдение правил – залог безопасности на дороге. И речь не только о дорожном движении. В совместный рейд «Автобус» сегодня вышли сотрудники ГИБДД, инспекторы автодорожного надзора и представители Министерства транспорта Республики. С 8 июня в Республике возобновились междугородние перевозки, а вместе с ними и профилактические рейды. Автобусы и маршрутные «Газели» проверяют на техническую исправность, наличие сопроводительных документов и страховки для пассажиров. Особое внимание уделяется проверкам на предмет наличия лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, наличие сведений об автобусах в реестре транспортных средств. Также особое внимание уделяется контролю за порядком проведения предрельсово-медицинского осмотра водителей и предрельсово-технического контроля транспортных средств. Большая часть нарушений, отмечают в ГИБДД, связаны с технической неисправностью транспортных средств. Нарушения, это связано с большинством технической неисправности, выявляются как блокировка дверей, установка дополнительных сидений для пассажиров, либо установка ремней безопасности, которые имеют повреждения. На особом контроле в условиях пандемии эпидемиологические правила перевозки пассажиров. Большинство водителей стараются их выполнять. Утром мы езжаем, до выезда весь обрабатываем салон, ручки все, и сами руками еще обрабатываем. Вот это все, процедуру заблюдаем. Люди в масках, без маски к нам не заходят, и сами маски не снимаем целый день. Всего в ходе рейда было выписано 9 протоколов об административном правонарушении. Четыре из них за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика. От полутора до двенадцати с лишним тысяч рублей государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий в период поиска работы. Эта мера усилена на фоне пандемии, но есть те, кто претендует на помощь незаконно. Только за полгода почти 40 человек пытались получить пособие по безработице обманным путем. Чаще всего нарушители официально безработные, которые числятся на бирже, но при этом работают без документального оформления. Это незаконно и несет административную и уголовную ответственность. Выявляются случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия фактов трудоустройства или других обязательств, влияющих на размер, продолжительность выплаты пособий по безработице или возможность его назначения. В итоге почти 250 тысяч рублей граждане получили незаконно. В бюджет вернули больше половины. Работа по взысканию остальных средств продолжается. Лето. Еще не жара, но уже тепло. Жители хотят купаться, но ограничительные меры пока этого не позволяют. Когда откроют сезон, зависит от эпидемиологической обстановки. Но специалисты уже готовят пляжи к массовому наплыву отдыхающих. Экипировка в порядке. Баллон с воздухом полон. К погружению готов. День за днем водолазы продолжают очистку водоемов от мусора. На вид вполне чистая вода, но порой чего только в ней не найдешь. Самая опасность представляет арматура и торчащие куски бетона. Стараемся их, как бы сказать, обезвредить в первую очередь. Но попадаются, конечно, и стекла, и бутылки, и покрышки. То есть многое, что можно найти там на дне. График напряженный. Надо проверить все разрешенные купанию места. У нас 13 пляжей подготовлено в республике. 4 это Чебоксарах. Вот Новочебоксарске. Шумерле. Уже осмотрели место для будущего места купания. Марпасад. Козловка. Вот выезжаем в Ядрин. Бригада работает водолазов в АлатРе, в АлатРовском районе. Чтобы купаться без риска для здоровья, температура воды должна быть выше 20 градусов по Цельсию. Сейчас она в районе 15 градусов. Все пляжи Чебоксара и Новочебоксарска уже готовы к началу сезона. Но откроют их, как только снимут ограничительные меры. Школьные каникулы. Как сделать их безопасными для ребят, остающихся в дневное время без родителей? Об этом сегодня говорили на межведомственной видеоконференц-связи руководители образовательных учреждений, профильные специалисты и социальные педагоги. Безусловно, ребята помладше без присмотра взрослых не остаются. Под особым контролем находится так называемая группа риска. А это около 650 подростков, которые состоят на профилактическом учете и 280 семей. За пять месяцев текущего года проведено 21 вечерний рейд. И проведены обследования жилищно-бытовых условий 233 семей, в которых проживают 395 детей. С родителями проводятся беседы. Частота профилактических рейдов на протяжении всех летних месяцев будет увеличена. Для того, чтобы удостовериться, что дети одеты, обуты и накормлены, что они находятся в хорошем состоянии, если они находятся в деревне, то мы получаем информацию. Для того, чтобы по каждому ребенку понимать, что же в их семье, если есть необходимость, то и помочь. Потому что мы понимаем, что возникают разные сложные ситуации в жизни, иногда помощь нужна. И здесь включаются отделы соцзащиты, отделы при администрации районов города Чебоксары, полукомиссии по делам несовершеннолетних, для того, чтобы эту помощь организовать. Не лишним будет еще раз провести родительское собрание онлайн и напомнить основные правила профилактики. В условиях ограничительных мер альтернативным досугом стали виртуальные онлайн-лагеря. На сегодняшний день, к сожалению, нашим детям доступен лишь онлайн-лагерь. В перспективе волна березка-лесная сказка. Всевозможные челленджи, флеш-мобы, мастер-классы. В прямом эфире ребята показывают свои таланты и ждут открытия обычных лагерных смен. Если позволит эпид-обстановка. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. В преддверии празднования столетия чувашской автономии арт-проект «100 выдающихся людей Чувашии» преобразил улицы столицы Республики. На полотнах, установленных на фасадах домов, изображены наши земляки. Люди, являющиеся национальным достоянием. Все они внесли весомый вклад в развитие родного края. Ученые, космонавты, военные, писатели. Этот перечень можно продолжить. Образы многих из них воплотили в своих картинах местные художники. Они тоже гордость Республики. Ради сохранности оригиналов на фасадах установлены их точные копии. Сами полотна хранятся в фондах национального и художественного музеев. Жители Чебоксара с удовольствием знакомятся с историей Республики в лицах. Нельзя застеглись на коронавирус. Надо правильно сделать, чтобы повесили. Конечно, положительно. Я уже проходил тут недавно и остановил свою каждую картину, посмотрел, почитал. Считаю, что существует один минус. Надо больше. Нужно развивать, чтобы люди больше и больше знали своих земляков. Чуваши все-таки богаты людьми, знаменитыми, гениальными, талантливыми. Это были главные новости среды. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова